Если кто не понял, что произошло... У меня отключили свет. Всем хай! С вами Юджин, и сейчас глубокая ночь, и мы играем The Beast Inside. Глубокая ночь у меня. Я ночью записываю, поэтому я буду говорить... Ой, мама, дверь. Я буду говорить приглушенно. Короче, я решил, что так и буду проходить эту игру, поскольку она жуткая. И вот отзывы, которые я все о ней вижу, что она реально жуткая, стрёмная. Да и, в принципе, первый выпуск был жутковат, и я хочу поиграть в эту игру до конца. И давайте сразу, раз и навсегда, закроем вопрос о том, что уже какую-то там игру или эту игру прошли какие-то там другие ютюберы. Я понимаю, есть люди, которые выпускают сразу все прохождение одним видео, есть люди, которые выпускают больше видео, чем я. И если вы посмотрели уже у них, нет смысла мне писать, что вы уже кого-то посмотрели. Я знаю. Если вы посмотрели, не смотрите. Если вам интересно смотреть, как играю я, то смотрите у меня. Я хочу играть в свое удовольствие, а не на перегонки со всем остальным миром. Мне это неинтересно, понимаете? Я хочу просто получать удовольствие, которое сейчас прям при вас получу, пока буду играть в эту игру. Продолжить. Да, я знаю, что между этим выпуском и предыдущим выпуском был перерыв. Во-первых, я смотрел, как игра будет заходить. Я ссал, я ссал играть в эту игру. Реально я вам скажу, что я подсикивал. И все откладывал. Думаю, не буду. И поэтому решил поиграть сейчас, глубокой ночью. Один дома. И я знаю, что соседи спят у меня уже. И я не хочу досаждать им, поэтому я буду говорить приглушенно. Это такой своего рода челлендж. Смогу ли я не визжать? Надеюсь, что смогу. Но я не ссыкло, как вы могли подумать. Я очень мужественно признался в том, что я ссыкло. Поэтому я молодец. Хорошо. Когда у нас закончится загрузка? Я уже не могу. Я готов играть. Я готов стрематься. В прошлый раз мы... Нам было видение, где монстр пришел к нам. Явился. Человек-монстр. Страшный до ужаса. В этом гриме белая рожа. Черные глаза. Вспоминаю и умираю. Так. Что? Какое у нас задание? Адам. Нужно показать дневник Эмми. Вдруг заинтересуется. Гоу-гоу-гоу Эмма. Да что с ней? Говорит со мной так, будто я на клумбу ее матери. А что? О, подвал. Реальный? Свет не работает. Стоп, погоди. Эмма, в чем твоя проблема? Ты что? Эмма. Приветствую, Эмма. Как она смотрит? Зачем ты туда смотришь? Кстати говоря, как далеко я могу уйти? Неужели я прям могу по всему лесу бегать? Прям по всему лесу? А-а-а, нет, я вижу заборчик. Я понял, моя задача это идти в подвал. Ой. В подвале темно, хоть глаз выколи. Мне нужен фонарик. Может на чердаке найдется? Там полно всякого хлама. Опа. Мама здесь выросла, но мало рассказывала о своем детстве. Она думает, что нам с Эммой будет здесь хорошо, и я с ней согласен. Представить не могу, сколько сейчас тяжело вырастить ребенка в Бостоне. А на другой странице нет ничего. А, Адам, наш дорогой сын. Этот дом очень давно принадлежит нашей семье. Его даже иногда называли пристанищем Стивенсенов. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его продаст, как и собирался. Но к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь вы с женой сможете поселиться в этом доме и вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучше место, чтобы пустить корни и не найти. Я пустить кровь сначала прочитал. Заботься об Эмме хорошенько. Мы заглянем к вам в следующем месяце, если мое бедро не расшалится. Мама. Пи-эс. Твой папа считает, что должен выбрать имя вашему ребенку. Без понятия, почему он так на этом настаивает. Совсем старый стал, наверное. Хочет оставить какое-нибудь наследие. Но не суть. Ты, главное, сделай вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. Ладненько, мы на чердаке. Стоп, что это такое? О, старый, но рабочий. Очень мощный фонарь с лампочкой. А, это и есть фонарь. Окей, хорошо. Это такой нагрудный получается, да, фонарик? Который в карманчик положить можно. Прикольная штука. Ага, ага, значит. Стоп, а это что? Это что? Будильник? Оно мне надо вообще? Не понимаю. Слава богу, я теперь работаю удаленно. Мне больше не нужно ставить будильник на 6 утра. Закончить осмотр. Будильник, я вас осмотрел, вы в полном порядке. Только не хватает шестеренок. Но мы их найдем. Я так понимаю, где-то там, по дому. Так. Мама. Ой. Зажмите пробел, чтобы пропустить. Ой, как все кромешно и тьма. Господи боже. Лошадка. Ты разведал обстановку? Да, Жнек, все в порядке. Здесь никого нету, кроме тебя и меня. Спасибо большое, лошадка. Ты лучше всех. Я знал, что на тебя можно положиться. Эта лошадь будет мне в кошмарах сниться. Ну, вообще, Жнек, это было очень сейчас неприятно. Я что, по-твоему, урод? Нет, даже не я сказал, ты репника просто моего персонажа. Все, проехали, все нормально. Стой на стороже, охраняй этот подвал. Вот тебе оружие. Или вот оружие. Это primary, это second weapon. В общем, юзай. Не стреляй ни в коем случае по красной бочке, окей? Ну, ты знаешь правила, ты же игровой персонаж. О, еще одна лампа. Вот тебе лампа, чтобы было светло. Вот тебе вода, чтобы было влажно. Короче, тут полно оружия, я смотрю. Ты можешь обороняться, конь. Все будет в порядке. А где эти... Опа, часы. Готов поспорить? Звук этих часов напугал немало людей. У меня такие же часы, но, похоже, часы были дома. Когда я был очень маленький, родителям подарил тогда такие часы, и они повесили их у нас в комнате с братом. И однажды ночью они зазвонили, и тогда я просто проснулся. Я не успел прочитать и хотел договорить. Я уснул с белой простыней и проснулся с коричневой, короче. Музыка чрезвычайно таинственная и стрёмная. Но пока здесь ничего такого страшного не происходит. Более-менее нормально. Где предохранители? Где предохранители? Где они? Где вы, мать вашу? Вашу мать? Закрыто. Вспоминаю Атласт. Я вот эти вот ящички ассоциирую с местом для прятания своей задницы, чтобы ее не убили. Так, погодите. Вот. Ай. Кто ж так открывает дверцы? Странно, одного не хватает. Его что, специально вытащили? А это что? Ключ? Возможно, запасной предохранитель есть в сарае рядом с домом. Бегом. Стоп. А это закрыто, да? Не использую здесь. Конь, я скоро вернусь. Ты где? А, понятно. Он сам использует фонарь, да? Он включает его, когда темно, и выключает, когда светло. Очень удобно. И благо батарейки надо искать. Ненавижу искать батарейки. Ой. Ой. А что, закрыто? А что, закрыто? Хм. Погодите. Поискать в сарае, да? А вот сарай. А вот сарай почему-то заблокирован. А-а-а. Вот, хорошо. Ладненько. Стоп. Что там светится? Что-то, блин, светится там. Кто здесь? Черт. Здесь нет предохранителей. Естественно. Что за... Кровь? Какого черта? Откуда вся эта кровь? Блин. Окровавленная рубашка. Причем кровь, похоже, свежая. Как она здесь оказалась? Ну тут надо сразу в полицию обращаться. Зачем я бы приносить сюда барахло из моего кабинета? Я в этом ничего не разбираюсь, но автор, думаю, знал, о чем пишет. Читайте. Квантовый локатор позволяет проводить углубленный анализ кинетической энергии, которая остается в так называемых квантовых следах. Это позволяет идентифицировать силуэт у людей или других живых организмов, чье прошлое присутствие в данном фрагменте пространственно-временного континуума оставило заметные скопления волны частиц. Квантовый облака. Это интересно. Оснащенный двумя сверхчувствительными датчиками, прибор может обнаруживать как электромагнитные, так и квантовые следы. Электромагнитный датчик. Благодаря специальной встроенной катушке и сверхчувствительному датчику, локатор может обнаруживать металлические предметы на расстоянии 10 метров с точности до 0,01 сантиметра. Нифига себе. Квантовый датчик. Невероятно чувствительный датчик частиц. Благодаря инновационным технологиям он может обнаруживать квантовые следы, оставленные живыми организмами. ONC-дисплей. Экран, позволяющий пользователю обнаруживать крупные кластеры квантовых облаков. Генератор импульсов. Выдает сильный импульс, который улавливается датчиками. Позволяет находить металлы и аномалии. Квантовый сканер. Позволяет стабилизировать квантовые облака и выявлять любые аномалии, которые могут вызвать помехи. Название. Квантовый локатор. Датчики. Электромагнитный, квантовый. Та-та-та-та-та-та-та. Слушайте. Это, это прикольно. Это что? Это типа как радио Сайлент Хилля, да? Оно будет начинать шуметь и издавать всякие стрёмные звуки при приближении сущностей. Помогает обнаруживать и хорошо квантовые следы брать. Я взял. Блин, как прикольно сделали физику этого ящика. Прям как настоящий ящичек. Но там ничего нет. Топор мне тоже, да, здесь не поможет никак. Хорошо, что дальше-то делать? Поискать в сарай. Так я... Ну-ка. Простите, мистер топор. Здесь... Открыть. Нету. А... Ладно, давайте попробуем просто тупо... Господи, Эмма, я чуть-чуть в страху не обосрался. Ну все, открывай. Эмма? Хани? Ай. Простите. Что, 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 что? Ничего нет здесь, да? В самое время заюзать датчик. Вот чувак сразу понимает, что надо делать. Что-то не так. Может локатор поможет разобраться, в чем дело. Так, как там нас учили? Чтобы взять, убрать устройство. Икс. Локатор позволяет обнаружить... Окей, хорошо. А, вот значок, который будет означать, что... Облако. Если не ошибаюсь, этот прототип может обнаруживать следы человека, который раньше был в этом месте. Сильное поле квантовой частицы с немного удачей и наукой, и я смогу увидеть силуэт человека из прошлого. Ничего сек... Хорошо, чтобы найти квантовое облако, используйте индикатор на экране локатора. Расстояние до облака отображается в процентах, а зеленые линии возле индикатора показывают, в каком направлении вам следует двигаться. Когда локатор обнаружит ближайшее облако, вы услышите короткий звук. Окей. Мама. Мама. О, это прикольно. Это неприятно. Так, хорошо. Эй. Че он убрал? Зачем он убрал, непонятно. Хорошо, мне нужно вот идти вот в эту сторону. Перепрыгнуть, пожалуйста. Давай. Нет, да так не получится. Если как-то здесь запрыгнуть на ящик. Так, ладно, просто обойдем. Вот эта штука очень крутая. Вот это очень круто прям придумано. 35. Нужно следовать за локатором. Зеленая линия у границы экрана указывает на направление цели, а числа это растание до ближайшего облака. Типа вот сюда, правильно, да, иду? Вот сюда. Мама. Я на месте. Теперь нужно использовать импульс, чтобы появилось облако, а затем просканировать. Импульс. С помощью этого прибора можно сканировать облако. Удерживайте левую кнопку мыши. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Хорошо. Похоже, сигнал исходит отсюда. Нужно просканировать это облако. Тут труп лежал. Локатор что нашел? Здесь кто-то был. Похоже, он оставил тут свою одежду, и вся она окровавлена. Попытаюсь найти больше следов. Плохо дело. Нужно знать, что здесь произошло. Кровавый эксгибиционист. Вот что тут произошло. Ладно, мы, получается, все просканировали. Больше нам не интересно. Теперь идем вот сюда. Правильно? Или нет? Предохранителя нет. Повсюду окровавлена одежда. А в сарай, кажется, кто-то проник. Очень подозрительная. Хотя, может, это из-за стресса у меня разыгралось воображение. С другой стороны, мне нужно убедиться, что мы в безопасности. Стоп. Есть сигнал. Есть сигнал. Неужели это беседка? О, блин, это беседка. Нужно использовать импульс, чтобы квантовое облако появилось. Иначе я ничего не увижу. Нужно посмотреть, откуда идет сигнал. Давайте. Квантовый импульс. Вот оно, облако. Сканируем. Я нашел источник сигнала, но не могу снять показатели. Похоже, рядом сильная аномалия. Оу. Облака по природе нестабильны, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить. Обычно они находятся поблизости. Чтобы облегчить себе поиски, щелкните правой кнопкой мыши. Правил. Ааа. Че ты убираешь? Перестань убирать. Чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее электромагнитным импульсом из своего устройства. Удерживайте левую кнопку мыши. Затем отпустите, чтобы выстрелить электромагнитным импульсом. Подсвеченные участки вокруг экрана локатора указывают на количество аномалий, которые необходимо уничтожить. Да хватит убирать! Кто тебя просит, тварь? Вот, все. Перестал убирать. Смотрите, опять убирает. Непонятно, что мы ноды. Ааа, потому что я к столбу подошел. Все, хорошо. Типа. Вот аномалия. Ну давай, твари, ну ты сейчас попляшешь у меня. Готово. Инициейтинг смерть. Теперь можно стабилизировать облако. Нифига себе. Уничтожив аномалию, вернитесь к квантаму облаку. Получилось. О, блин. Вот детка. А че, а, подождите. А че, я все? Это все? Ладненько. Здесь восклицательный знак, но ничего не показывает. Ладненько. Пойдемте дальше искать. Есть. Еще одно квантовое облако. Где ты, бетч? Ю бетч. Я тебя дойду, тварь. Ты где? Соп, 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 соп. Зелененько, зелененько. Вот сюда надо идти. О, аномалия все близко. Ближе, ближе, ближе. Просто так я дальше не пойду. Но может получится использовать абордажный крюк? Ааа. Как я не заметил тебя веревка? Взять. Ладненько. Ой, блин, я испугался. Неожиданно, да, что у нас вот такой прибор появился? Какой-то футуризм адский. А, стоп, вот же. Тут целое прям облако стоит. Надо, да, обязательно просканировать. Похоже, он поднялся наверх. Ааа. То есть, теперь я знаю, что мне точно надо. Хороший бросок. Помните, игра Плот? Чисто оно. Давай. Их! Есть! Тянем. Куда ты? Ух! Здорово. Прикольно, здесь столько всяких разных механик. След. О, мой гад. Много крови. Видите, она даже не высохла. Не знаю, что здесь случилось, но это явно произошло недавно. О, мой гад. О, мой гад. Да, прям кровавый след. Давай. О, блин, сатанист. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое. Ну, какой-то труп, скорее всего, он тащил. Черт, ворота заперты. Нужно идти в обход. Окей. Здесь был какой-то домик раньше. Он сгорел? Нет, он не сгорел. Он как будто даже не достроен был. О, блин. Пара досок расшатана. Попытаюсь их оторвать. Хорошо? Давай, желтая фигня. Уйди, металлическое говно. Стоп, секунду. Давай. Все получится. Надо расшатать. Расшатываем. Расшатываем. Ай. Хорошо. Давай. Давай. Есть. Хорошо. Все. Пошли дальше. В принципе, мне, честно, не нужно пока что. Идем спокойно. О, блин. Слушайте, на самом деле местность гораздо больше, чем я думал. Как-то заросший прудик. А здесь что? Здесь перекрыто. Шу. Неприятно так идти по земле, мокрой. Кровь еще не высохла. Пойду по следу. Может, кому-то нужна помощь. Гоу. Все. Назад пути больше нет. О, 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 нет. Труп. Там лежит труп в мешке. Черт. Заперто. Намертво заперто. Зажмите пробел, чтобы пропустить. Нет, я не хочу пропускать это. Зачем? Похоже, там кто-то или что-то висит. Неужели это... Ой, блин. Чуть не обосрался. Надо посмотреть, что обнаружил локатор, прежде чем двигаться дальше. Окей, давайте. Что ты обнаружил? Локатор. Семь. Восемь. Девять. Вон оно. Стоп. Как мне... Как мне пройти туда? Могут здесь обойти? Ладно. Думаю, это то самое. Блин, тут разветвление. То в одну, то в другую сторону. О, окей. Прикольно, что здесь есть пазлы еще, помимо всего прочего. Это интересно. Вот бы они были бы такие, знаете, сложными, чтобы требовалась смекалка, ум. И я бы не прошел тогда игру. Окей. Ой, блин. Я тебя вижу, облако. Давай, давай, ближе. Черт. Есть. Сканирую. Сканируйся на вал. О, боже мой. Обнаружена аномалия. Ты что, издеваешься надо мной, аномалия? Ты думаешь, я тебя не уничтожу? Еще, еще их три. Погоди, где она? Вот одна. А, вон ты где. Заряд. Разряд. Смерть. И они все почему-то летают в небе. Так. Творюга, ты где? Видите, что происходит? Сейчас, погодите, я не понимаю. Стоп. Еще раз. Она всегда надо мной. Она, блин, всегда надо мной. Подохни. Нет? Не работает. Ладно. Что за прикол? Тихо. Она где-то была сейчас? Я видел что-то? Ах, ты говнокусок. Все. Аномалия, иди сюда же. Кто он такой? И что он там прячет? Это шляпа. Шляпа тоже оставила квантовый след. Охотничий нож. Видимо, им недавно воспользовались, а потом спрятали здесь. Возьму его, на всякий случай. Брать с собой? Орудие убийства? Ты что, дебил? Пора возвращаться в амбар. Может, я найду... Ага. Иногда тут субтитры настолько быстро исчезают, что я не успеваю их прочитать. И даже... Не то что вслух, а просто тупо прочитать. Давай. Режь. Режь. Хороший нож. Воткну им злодея. Давай. Отлично. Нужно попробовать пробраться внутрь. Ну как? О, прекрасно. Резать. Прямо посраке мне заехало. На самом деле, вот, я вот потихоньку вникаю в атмосферу этой игры, я как будто бы там нахожусь. И я представляю свой трепет и, знаете, вот эта внутренняя нервозность, которая все нарастает, нарастает. Когда ты видишь вот эти все неприятные вещи, типа кровавый след. И ты идешь к какому-то амбару, который явно заброшен. И какое-то неописуемое, странное, непонятное любопытство ведет тебя сюда. Да, хотя, вроде бы, здравой смысл должен подсказывать, типа, вали нафиг, вызывай полицию, как хочешь. Главное, не лезь сам туда, и тем более не бери нож, окровавленный, идиоты. Ну, и ты все равно идешь. Все равно идешь, несмотря ни на что. Блин, стремно. Я боюсь, я не знаю, что я там увижу. Висящий труп? Олень из будущего. Окей, спрыгиваем вниз. Просто олень? Какой-то охотник. Господи, кто мог сотворить подобное? Точно не браконьер. Скорее, какой-то сраный охотник-садист. Осмотреть тушу оленя. О май гад. О май гад. Секунду, это пиканье. Звук как будто доносится изнутри. Этот олень подвешен веревке. Может, я смогу забраться наверх и спустить его? Давай. Крюк. Есть, умница. Ну, как мне тебе? Все не так-то просто, да? Нужно что-то подвинуть. С легкостью разрежет любую цепь. Взять. То, что нужно. Чтобы потом... Да. Все. Я могу залезть на ящик, чтобы дотянуться до лестницы. Да, спасибо, я понял. Я разобрался. Где-то все бревна. Ой, какие тяжелые. Ой, я прям чувствую, какие они тяжелые. Хорошая игра сделана, мне нравится. Хорошая игра. Ну, я так понимаю, я вообще настолько в самом начале игры, да? Еще столько всего должно произойти. А я медленный, как всегда. Окей. Окей. Давайте сразу... Почему я не могу открыть? Ну, ладно. Не будем экспериментировать. Давайте просто будем делать то, что игра заставляет нас делать. Будем идти в те двери, которые игра перед нами открывает. Окей, ладненько. Смотрите, даже тут уже, видите, заботливо поднадрезал. А, блин. Хитро сделать, да? Мой персонаж отвернул камеру, чтобы... Не делать анимацию падения оленя. Ну, да прикольно. Нужно скрывать недостатки. Фантазия дорисует сама по себе. И даже еще лучше, чем если ты там пронимируешь что-то. Поэтому... Книги такие крутые всегда. Такой крутой эффект оказывает на мозг. Ага, давай. Он болен явно. Я сейчас блеваную. Так нафиг ты это делаешь? Зачем ты играешь в эту игру? Мне кажется, было бы прикольно, если бы мы могли просто взять и уехать, чтобы это была такая опция. Типа, концовка такая. Ты решил не... Поддаваться вот этому всему и просто свалить. Что это за оборудование? И почему оно оказалось в... Ааа, что, если за нами следят русские? Вот и предохранитель. Выходит, урод, выпотрывший оленя, был в нашем доме. В нашем подвале. Что если ты... Что это, если не угроза? Зато я нашел сраный предохранитель. Пора вернуться в подвал и включить электричество. Не нравится мне это. Судя по всему, псих, который искромсал оленя, был в нашем доме. Окей, валим отсюда. А, стоп, я могу как-то здесь вот? Да, могу просто здесь. Как срезать тебя? А, все. Что-то сначала не жалось почему-то. Ладно, благо еще день. Блин, не представляю, когда вот эта игра начнет вот все действия ночью производить. Вот это будет обоссаться. Хотя мне сейчас очень жутко, если честно. Все, все, все. Все просто домой, да? Окей. А как? А как и мы домой попадем? Вот так. Нет? Нет? Тогда зачем это место здесь? Для того, чтобы мы нашли... Спальный мешок. Для чего это здесь? Так, это интересно. Это пасхалка, я так понимаю, да? Консервы, бутылка. Кто-то, блин, тут ночует. Вы прикиньте, он здесь спит и наблюдает за нашим домом? Больной психопат. Черт, больной, маньячина. Так, теперь то, что я увидел. А, это я уже сканировал. Да, все, мы можем здесь спокойно выйти теперь. Почему? Почему ничего не жмется? Почему? Ребят, почему, тварь, пришлось перезапускать с последнего сохранения? Так. Значит, да, нам сюда. Игра, конечно, с багами недоделана немножечко. Вот эти проблемы с интерфейсом еще в прошлом выпуске то же самое было. Ну как, кстати, мы можем здесь подняться? Ого. Как интересно здесь. Ну, конечно, тут особо не полазишь так. Ну ладно, фиксим. Помню, раньше здесь были ненормальные детишки, заигрывающие с оккультизмом. Но вряд ли это их рук дело. К тому же, внутри оленей я нашел военное оборудование. И, видимо, местные решили оказать новым соседям радужный прием. Остается надеяться, что они не разделают нас, как индейку на день благодарения. Ой, погодите. Так я же вообще здесь... Я... Я не сюда вышел в тот раз. Аааа, то есть то был не баг, а мне просто туда не надо было идти. Так. Прежде чем вы поторопитесь написать в комментариях, какой я невнимательный и глупый, имейте в виду, что если бы багов в игре изначально бы не было, с проблем с интерфейсом тоже, я бы даже не подумал об этом. Я бы просто спокойно бы понял, что, ааа, ну, видимо, я не туда пришел, и пошел бы в другую сторону. Так что это не считается, что я тупанул. Нет. Просто я подумал, что, скорее всего, это проблема с интерфейсом. Ибо там была цепочка, которую обычно надо перерезать. Ибо у меня есть... Есть болторез. Понимаете? Кстати, какой там? Вставить, да, предохранителя. Окей. Я... О, я думал, она до сих пор стоит здесь, поэтому я начал угорать уже заранее. А ее здесь нету. Эмма. Эмма. Так, осмотреть. Аманда Крюгер. Это не кошмар. Пусть иногда вам и кажется иначе. Руководство по беременности для думающих же. Простите. Мне кажется, девушки, но это вас оскорбляет только, на мой взгляд, вот это все. Кто это написал? Аманда Крюгер. Вот эти женщины сами оскорбляют всех женщин. Что значит думающие женщины? То есть, типа, а есть... Вот те, кто не считают, это не думающие женщины, да? Мне вообще, если честно, вот... Меня очень бесит эта тема с, там, сильной, независимой, современной женщиной, потому что это только подчеркивает слабость, как будто бы женщины. А я знаю, что это на самом деле не так. У женщины, у них свои сильные стороны. Они... Блин. Мужчинам без них нельзя, как и наоборот. Поэтому вот это вот сильно независимое, это скорее только разжигает какую-то проблему дополнительно и преувеличивает ее. Хотя ее нифига нету, на мой взгляд. И вот эти вот заголовки, типа, думающая женщина не боится беременности и так далее. Блин. Короче, просто не ведитесь на эти темы и заголовки, которые вот очевидно направлены на то, чтобы просто с вас бабла срубить. А, да? Да, лошадка. Да, Женя, все правильно. Так, а где твое оружие, которое я тебе дал? Слушай, ну я же не какой-нибудь там тупица. Я решил сделать по-хитрому. Я поставил биту туда, так неприметно. Таким образом, я не выражаю никакую враждебность. И когда зло в виде, что я безобидный, подойдет ко мне, чтобы убить, я резко достаю биту и бью по голове. Хм, умно. Ну а ты как думал, Женек? Я думающий конь. Ты тоже прочитал эту книжку? Эта книжка, это лучшее, что я когда-либо читал. А я читать-то не умею, потому что я конь. Окей, мне нет времени с тобой болтать. Нужно предохранителя вставлять во всякие места. Как он может продолжать заниматься бытовыми делами после того, что он нашел? Кажется, электричество заработало. Хм, интересно. Хотя, может, все это мелочи, а я просто перечитал по... Ну, я свое дело сделал. Пора возвращаться под каблук к Эмме. Черт. Сейчас ведь только третий месяц. Неужели так будет продолжаться... А, боже мой. Очень быстро проходят субтитры. Ну ладно, я надеюсь, что вы успеваете читать. А для чего эта стена? Там получается что-то замуровано, да? И я однажды туда попаду. Здесь все время ничего не сделать. Все, гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Господи, женщина, ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Успокойся, ладно? Интересно, тут жил какой-то волшебник? А то, Гарри, сука, Гудини. Может, он так и не смог выбраться из этой шляпы. Слушай, где ты нашла ее? Я недавно читала такую. Наверху. А теперь смотри внимательно. Если из нее выскочит кролик, хочу, чтобы мы сделали из него рагу. Та-да. Умно. Решила задобрить меня магией. Ну и с чего начнем? Какое-то время спустя. Ох, эти беременности. Я как помню, когда был беременнаст. Так вот настроение туда-сюда прыгало. Но потом я прочитал книжку и стал проще к этому относиться. Родная, мне что, напомнить тебе указание доктора? Да ты и так постоянно это делаешь. Но мне не обязательно сидеть без дела целыми днями. И все же, в твоем положении... В моем положении ничего страшного. Я всего лишь беременна. Ну как скажешь. Вообще-то я с этой стороны стою. Хорошо, встану сюда. Говори здесь. Смотри мне в глаза. Эмма. Покрасить стену. Давай. Мы что, к концу игру весь дом переремонтируем? О, прикольно. Раз не позволяешь помочь, будь... Буду мучить тебя вопросами. Тебе уже звонили? Нет. А ты дал им наш новый номер? Родная, это ведь правительство. Уж поверь, они даже знают, что ты ела на завтрак. Как это жутко. А ты когда-нибудь хотел заниматься чем-то, кроме криптоанализа? Еще до того, как вступил в ЦРУ. Чем, например? Никогда не думал о работе, где не пришлось бы отвечать за миллионы жизней. О работе, где шпионы и двойные агенты не следили бы за каждым твоим движением. А окружающим можно было бы доверять. А, да не то, чтобы... Я... Тебе-то я могу доверять, верно? Че-то плохо красит. На что ты смотришь? Можешь передвинуть этот комод? Кажется, за ним что-то есть. Дорогая, у тебя мания преследования. Там нет никого. Хотя это я работаю в ЦРУ и подозреваю, должен всех подряд. Странно. Ведь модель Half-Life показала свою успешность. Когда ты можешь бегать как ты хочешь, куда ты хочешь. И персонажи всегда реагируют на тебя и поворачиваются к тебе. Почему здесь не используют это? Опа. Почему вообще, в принципе, в играх это не используют? Это же было круто. Когда у тебя была свобода действия, без этих кат-сцен. Господи, теперь я жалею, что он опялил эту шляпу. Интересно, кто этот парень? Может, если мы повесим его в спальню, он придет к нам во сне и все расскажет? Сначала я повешу тебя. Ладно, ладно. Прости, дружище, но ты отправляешься в подвал. Для джентльмена из предыдущего столетия лучше места и не придумать. Хорошо, я покрасил. Я вот увидел сейчас, как круто. Несколько дней спустя. Портрет обидится на нас, да? О, звонок. Нам звонок. Вообще это ужасно. Столько всяких странных картин понавешать. Вот обязательно нужно так медленно вставать, да, к телефону. Черт, наверное, звонят с работы. Где? Где? Вот. Алло? Это Дэвид. Вот, босс. Сейчас вы начнете на меня давить, а меня тут уже бросит в пот. А меня тут же бросит в пот. Я не хочу наседать, но от тебя не было никаких новостей уже неделю. Поэтому я и подумал, может, его сожрали медведи или волки? Надо бы позвонить. Ты ведь сейчас застрял где-то в глуши, верно? Да уж, не то слово застрял. Ты не один такой. Три четверти команды занимаются русским дятлом. И в придачу к этому пропал Гарольд. Гарольд? Парень, который перехватывал телеграммы? Что произошло? Не знаю. Стресс. В последнее время у него была паранойя. Ему всюду мерещились русские. Либо он съехал с катушек и совершил какую-то глупость, либо советы до него все-таки добрались. Черт, на нашей земле? Они могут быть повсюду. О том, что он был двойным агентом, я даже думать не хочу. А что еще хуже, Билл и Милдред закроют проект, если за следующие пару недель мы не совершим прорыв. Документы от Дженнис я взял с собой. Сейчас займусь ими. Удачи. И передавай привет жене. Позвоню тебе через пару дней. Вы представляете, какое было время? У всех паранойя была. Вот тебе и отпуск. Шифровальная машина стоит в кабинете. Пора браться за работу. То есть, какое было давление. Все думали, что сейчас начнется война, что каждый на каждого сбросит ядерную бомбу, атомную бомбу, ядерную бомбу, короче, любую бомбу. И в сети агента и подслушивания президент Картер завершил свою речь под названием «Кризис доверия». Следующим заключением по поводу Совета. Их самое мощное оружие — не атомная бомба, а уникальная способность вводить другие нации в состояние безумия и хаоса. Картер убежден, что на данном этапе холодной войны наша нация больше всего нуждается в единении. Единственный шанс нашего врага на победу — заставить американцев сомневаться в своем правительстве и ценностях, на которых сжиждится наша страна. К другим новостям. Сент-Луис Кардиналс выиграли вчерашнюю игру на мемориальном стадионе. Все, выключись. Ну, в принципе, мы очень так даже хорошо привели дом в порядок. А мне нужно идти в свой кабинет, который... Так, закрыто. Нужно держать какие-то закрытые комнаты в своем же доме. Вот это омерзительно выглядит. Сзади двор. Да, блин. Где мой кабинет? Белиссимо, выглядит очень здорово. Окей. Ну что, давайте шифровать. Расшифровывай, точнее. Ммм, еще теплый. Эмма знает, как взбодрить меня. Итак... Как это делается? Сначала... Так, посмотрим на инструкцию. Пожалуйста, следуйте этим инструкциям. Поднять крышку и вставить цилиндры. Так, ну это просто. Для начала надо поднять верхнюю крышку. Где это? Вот это, да? Ага. Нужно взять со стола правильные цилиндры. К счастью, они... А, номера. Окей. Нельзя забывать, что каждую цилиндры... Что? Черт, почему я так сегодня плохо читаю? Потому что я, наверное, уже спать хочу. Как всегда, я не дочитал инструкции до конца. Это как, знаете, когда Икею покупаешь себе и забиваешь на инструкции, и потом собираешь в итоге неправильно, и приходится переделать заново. Итак, нам нужно... 2, позиция 1, 4, позиция 2, 5, позиция 3, и 8, позиция 4. 2, 4, 5, 8. Хорошо. Давай, открывайся. Ну, открывайся давай. 2, 4... А, всё. 2, 4, 5, и 8. Итак, первый этап пройден. Теперь нужно установить шестереночки. Читать. В окошках слева направо установите следующую последовательность чисел. 2, 14, 6, 22. 2, 14, 6, 22. 2, 14. А, вот так будет проще, да. 6. Есть. Проще простого. А теперь последний этап. Провода снизу. Читаем. Откройте нижний ящик устройства. Подключите провода к ящику в следующей последовательности AF, GZ, RT. AF, GZ, RT. Так. Ну. А, блин. А, F, G, Z, RT. Готово. Осталось только ввести пароль. Запустите проверку, используя проверочный пароль. BP Flop. BP Flop. Окей, хорошо. BP Flop. Би-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Заработало. Можно приступать. Прикольно. Здесь прикольные загадочки. Представляете, как сложно вот в реальности додуматься до того, как расшифровать ту или иную запись? Потому что они же сделаны так, чтобы ты не догадался нифига. И это очень сложно. И там, наверное, столько всяких приемов используются. Итак, что это? Проходит сообщение, зашифрованное шифром Enigma. Ну и как же мне настроить машину? Римская 5-3-СТ. Видимо, это должно помочь мне с шифром. Но что это значит? И как это применимо к Enigma? V-03-СТ. Возможно, этот человек использовал мою таблицу кодов, чтобы зашифровать. Как понять, какую комбинацию он использовал? Так, С-Т. Ой, пардон. Там еще раз было. V, по-моему, 3, да? Ч- Если кто не понял, что произошло... У меня отключили свет. Окей. Буду ждать, пока снова включат. Окей, мне удалось восстановить кое-как видео, которое я записывал, и... Вот я продолжаю с этого же момента, с которого мы закончили. Как это применимо к Enigma? Да черт тебя, Деретка, ты же я знаю. Возможно, этот человек использовал мою таблицу кодов, чтобы зашифровать послание. Как понять, какую комбинацию он использовал? Значит, нужно С-Т найти, да, все, вот я вспомнил. С- Ой, как это сложно. Пока что у нас получается эдакий такой, знаете, шпионский триллер, нежели хоррор. Вот, С-Т. С-Т. 0, 3. Ви. 17. Получается. Да, хорошо. 17-я строчка. Что дальше? А, все, нам нужно переставить. Получается 1, 4, 7, 5. Нет, 4 все правильно. Сюда единицы. Пятерку ставим в конец. И 7. Ага, все. И так-то и сложно. Потом. 0, 5, 19, 3, 10. 5. 19. И 10. Слушайте, мне нравится, прикольно это все работает. Я даже не думал, что нужны вот такие вот специальные машины, которые каким-то образом там меняют код. Это все очень круто. 17. Так. St, GZ, XO. Ага. Еще раз. St, G, GZ, XO. Ааа. X. Заткнись. Ой, господи, XT. ST. st 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 где sc ст джей зи и x x ok хорошо теперь же нам нужно ввести вот это вот послание хорошо x x g d t j x g я в принципе так вижу можно не переключаться x g d боится ошибиться и джей пробел x l черточка си и м.п. черточкой и уаев 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 где одной стороны раскладка как у клавиатуры но потом вот y и пи они другом месте почему находится хорошо m v я пока не читал сообщение еще z z z z z а вот z p y d n доверяя лишь себе звучит зловеще кто-то написал ох блин тут дальше что проверьте комбинации 29 и 30 ну погнали ох и да много работы ему предстоит да бесполезно сука такой просто в бацком бей себе окей хорошо взять чудовищное преступление потрясло кажется наш дом у жертву было про и перерезано горло что-то сакое серьезно господи сколько лет здесь прилежало это что кровь или просто ржавчина неужто это то о чем я думаю еще записки николаса и вот теперь мы перемещаемся все болит что значит что я жив черт чуть не сломал себе шею он застал меня врасплох я не был готов к такому вблизи он едва напоминал человека когда это существо набросилось на меня я почувствовал как меня наполняет боль его боль такое со мной впервые и этот взгляд как у затравленного животного я был так потрясен что не мог даже пошевелиться хотел закричать но кто-то словно вырвал мне голосовые связки кто-то такой черт возьми что он делал в спальне отца отодвигаемся и заканчиваем выпуск на сегодня крутой выпуск и получился мне нравится что в этой игре не только знаете она не выстроена как типа традицион ужасов ты идешь такой а здесь какие-то интересные механики демонстрируется ты ходишь ты следуешь и как бы вы погружаешься в шкуру персонажа потому что ну да на типа садится работать дошифровывать дошифровывать точнее сообщения и параллельно читаешь дневник чувака который прям в каком-то стрёме адском находился короче прикольно мы на сегодня заканчиваем продолжим следующий раз я пойду спать надеюсь мне не будет слишком страшно спать сегодня но поскольку вы всегда мысленно со мной мне будет гораздо комфортнее огромное спасибо ребят что смотрели надеюсь что вам понравилось это видео и увидимся очень скоро в этой игре короче я буду через день выпускать видео по этой игре а между этим будут другие какие-нибудь видосы но мы на сегодня все огромное всем спасибо еще раз не забудьте заценить это видео чтобы там сейчас не отображалась с вами был юджин люблю вас всех обожаю целую обнимаю и всем 5 вы готовы раз два три и пять